Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Итак, условия крещения с точки зрения Бога. Давайте прочитаем один отрывок. Это 7 глава Евангелия от Иоанна с 37 по 39 стихи. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, с чего потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. На основании этого отрывка мы можем сделать 5 очень важных выводов. Во-первых, реки воды живой – это обетование Духа Святого. Это не просто некое духовное действие. Это обещание об излиянии Духа Святого. Второе. Дух Святой не мог быть излит на учеников и на кого бы то ни было другого, пока Иисус находился здесь на земле. Третий вывод. До вознесения Иисуса Христа Дух Святой приходил для того, чтобы совершать дела Божьи через людей. Сегодня Он живет в нас. И эта разница достаточно большая. Если раньше Он приходил на какое-то время для того, чтобы совершить какое-то действие, явить какое-то чудо, чтобы пророки высказали какое-то пророческое слово, то сегодня Дух Святой постоянно обитает в сердце каждого верующего. Также, живя внутри нас, Дух Святой работает над нашим характером, над нашим сердцем, преобразуя нас изнутри. Следующий вывод. Дар Духа Святого – это дар личности Бога. Иисус говорит, когда я уйду, пошлю вам другого утешителя точно такого же, как я. Он говорит о том, что в нашу жизнь не просто приходит некая сила, энергия Бога, а приходит сам Бог, который обитает внутри, в сердце каждого из нас. Следующий вывод. Он живет внутри нас. Он не живет вокруг. Он не живет где-то рядом. Он не живет в определенных зданиях и помещениях. Он живет в нас. И последний вывод. Он обитает в нас постоянно. Не существует момента, когда бы Его не было рядом с нами. Как только мы приняли Его в свое сердце, он остается там постоянно.